Коллеги, мы будем с вами начнем. Я поняла, что у кого-то сегодня обительское собрание, поднимите, пожалуйста, и простите, какого способа не знаю. Двое. Принцип такой. Я ничего не замечаю. Мы по-английски, по-своему таймеру. Голос за кадром. Нет, один могу. По расписанию у вас есть? Нет, это я. Я Армова Лолдина Васильевна, доцена капитуля филологического образования ОПО. Сразу делаю вам чисто череп, чисто сердечное признание. Все, что связано со мной, будет связано с способами методами технологиями работы в русском языке в физике астрономии английском языке или где-либо но я вам могу только показать этот инструментарий то есть свадьбе левого твою в руки а как им пользоваться можно читать долго и нудно но я живу по принципу того студента медика а не проще нам было показать и мы сразу все поймем чем так длинно рассказали вы педагоги я тоже и так я буду говорить о тех современных способах обучения которые сегодня то что считала марина анатольевна я продолжение вы поняли что сегодня с детьми нельзя так как можно 20 лет назад утратили многие вещи и не только монополию на информацию но и многое другое ребенок сегодня со всей его психологической характеристика изменился условия жизни изменились изменились а главное их требование на совершение а какие у нее у них мы с вами точно знаем нет а то что нам каждого нужно научить вот это мы для себя точно знаем еще один момент есть такое наблюдение понятны поверьте мне так написано мы все твари мы containment то что заложено вы потенциальных возможностей и запроса этого человека который мы мы будем давать ему дам это и так как нам кажется важно они проще создать условия чтобы он взял то что он может взяться. Итак, самое главное, я буду говорить о технологиях, которые именно являются теми условиями, при которых ребенку легче ты. Это называется, еще один вопрос, позвольте, новым днем, я его всегда задаю в японском телевидении, я его рекомендую, условно говоря, скажите, пожалуйста, вот есть такие четыре муха в последние годы, нас мучающие, мучающие. ФГОС. Они к вам имеют тут какое-нибудь отношение? Или обстоятельства? Сказали, да вы сказали нет, у вас это золото. Да, все-таки вот к этому нет. И все эти слова технологии, компетенции, системы деятельности, я не буду продолжать, это сегодня не тема разговора для меня, но так или иначе, я хочу, просто, нельзя, невозможно, все технологии, за одну встречу. Поэтому из зеленого, красного и очень темно-красного яблока позволите мне выбрать то, что я выберу, да? В принципе, я занимаюсь технологией уже 22 года, и тема моих научных интересов была именно такая, и поэтому я вам сегодня буду предлагать. Педагогическая мастерская как средство реализации РТОС, федерального государственного образовательного стандарта. Причем, по выражению Ирины Аполлова-Колесниковой, это наш очень выдающийся петербургский ученый, академик, она говорит, что это наиболее синтетическая технология, которая как бы вбирает в себя элементы других, также инновационных подходов и технологий. Поэтому вот на отношениях к педагогической мастерской разное, потому что она требует усилий. Но если, а я уверена, что я точно, надеюсь, что кто-нибудь вдруг отравится в этой инструкции, простите, поймет, конечно, о чем я буду говорить. Поэтому я бы вам предложила сегодня из множества, и отношения разные, потому что, сами понимаете, кто сколько унесет, да? И поэтому из множества мастерских я вам предлагаю мастерскую двух доминантовых. Их сегодня, как и два, много, скажем так, мастерские построения знаний. То есть это мастерские, где все абсолютно с первого мгновения подчинено только одной, но главной цели, чтобы ребенок ушел с открытия. Чтобы он унес те знания, которые мы ему предлагаем, и чтобы он им взял, и освоил, не понял, освоил, сделал собственным открытием, собственным знанием. Второй тип – это мастерские ценностно-смысловой ориентации, в которых тоже можно что-то постигнуть, но во всяком случае, это работа больше с теми здравственными, духовными и душевными составляющими, которые несет в себе каждая личность, каждый человек. Третье направление мастерских мастерских – это мастерские развития речи мыслительной деятельности. То есть по написанию какого-то текста, письма, например, сочинения или какого-либо эссе, вот это как раз то направление, которое работает, умение найти, подобрать, использовать, компилировать, расширять, умение работать со словом. Следующее направление – тот же тип мастерской, это четвертый тип, он называется мастерские пластики. Это развитие творческости, креативности каждой личности, настолько, насколько он способен к этому творческому потенциалу, так как у потенциал у каждого свой. Следующий тип педагогической мастерской – это мастерские по самопознанию. Коллеги, вот этот тип, я бы сказала так, он определился в последние, может быть, где-нибудь 7-8 лет. И здесь надо быть очень аккуратным. Если у нас с вами, я говорю о себе, только не о вас, потому что я еще с вами только ознакомлюсь, психологические умения у нас с вами заканчиваются на уровне института, когда мы сдавали психологию, помните, да, и все. А так как это деятельностные технологии, они требуют очень большого объема понимания психологических составляющих. Поэтому я здесь всегда педагогам говорю, что это хорошо и прекрасно, но только без сопровождения присутствия психолога я бы вам не рекомендовала эти мастерские проводить. Потому что если возникнет какая-то кризисная ситуация, у нас с вами нет умений вывести ребенка или личность, которая вот так случилось, впала в этот кризис, вывести из этого состояния. Следующий тип педагогического мастерства – это педагогическая мастерская коллеги, педагогического взаимодействия. Катекуриальные пары взаимодействующих, посмотрите, какие? Это ученик-ученик. Теперь я обращаюсь к вам, коллеги, к вам, потому что у каждого из нас свой опыт. Бывает ли в нашей педагогической практике такое явление, что дети и петут? Да, именно. Да, вот эта ситуация вполне положится на такую деятельность, форму взаимодействия, которая так называемая отражает зеркальное отношение. Ситуация, если ребенок виноват в этой ситуации противоречия, и второй не виноват, ни один из них позицию утверждения виновности и невиновности не признает. А если мы развернем все это в тексте с показом материалов, с показом аргументов и еще каких-то составляющих материалов, но разворачиваем все в зеркальную ситуацию. Тот, который всегда считает себя правым, должен пережить то состояние, то состояние, которое пережил его противник. И наоборот, без всяких нотаций, противоречий, без всяких назиданий, начетничества, он просто проживает и как бы коррегирует свое утверждение, понимание, социальное взаимодействие, которое только что он здесь и сейчас совершал. То есть он как бы сам смотрит на себя со стороны. Вот это первая текиториальная пара педагогического взаимодействия. Вторая – это учитель-ученик, педагог и студент. Учитель-ученик. Чаще всего, конечно, это в меньшей степени, но бывает так, что какой-то студент предъявляет преподаватель завышенную претензию. Такое тоже может быть. Это тоже можно развернуть вот тут только о том, о чем я только что говорила. Следующая категориальная пара – это педагог-родитель. Но у вас меньше, потому что вы все-таки защищены статусом, социальным статусом студент-преподаватель. А когда в школе – это обольенные нервы. Потому что когда педагог-учитель видит в конце коридора родителя, понятно, да, его состояние, поведение. Потому что, понятно, у нас родитель, как в том магазине, покупатель всегда прав. У нас родитель прав, даже если он категорически не прав. Но это не рассматривается. Учитель весь к нему присавленный очень интересный глагол «должен». Вот это «долженствование», оно в прошлый раз, что называется, но бывают ситуации разные, тогда требует и, так называемого, деликатности в обращении. Но я не буду называть другие категориальные пара взаимодействия. И последний тип мастерской – это мастерская. Как создать, собственно, авторскую мастерскую. Коллеги, каждое направление, о котором я сейчас проговорила, требует детального, длительного разъяснения, осмысления, понимания, дискуссии. Мы этого сами делать не видим. У нас сами сегодня ознакомительная лекция. И вот теперь я стою перед очень трудным выбором. Я принесла вам много, но не знаю, чего начать. Значит, я вам позоваю, где вы построите знания или где вы будете трудиться душой. Так как у вас взрослые дети, давайте будем строить знания. Попробуем так. Хотя, ну, не знаю, в общем, если вам покажется это совсем ненужно, ну, тогда мы с вами остановимся и перейдем к другому типу мастерской. Но в любой мастерской основой является деятельность. Деятельность, коллеги, деятельность это так, когнитивная, эмоционально-чувственная, деятельность коммуникативная, деятельность репулятивная. То есть все, что относится к универсальным учебным действиям. И поэтому я ничего не смогу сегодня сделать, если мы с вами не услышим друг друга, и вы мне не сделаете шаг на встречу, и будете просто сидеть. В нашей с вами встрече сегодня деятельность является залогом вашего открытия, ваших будущих вопросов, а может быть, недоумений, а может быть, еще чего-то, чего я пока еще не могу предполагать. Это первое. Второе. Степень вашей открытости – это степень вашего озарения. Но открытость тоже, ну, что называется, вот у меня вся открытость, психологическое понятие открытости. Открылась, поделилась, и мне могут сказать непонятно, что у меня рядом сидящие коллеги. И это меня может царить. С другой стороны, если я закрылась, то я ничего не слышу, ничего не пойму, потому что мы не будем делать, и мы завообщены. Таким образом, степень открытости я даю вам. Регулировать будете вы, если учите на самом деле. Итак, с этой минуты, я полагаю, что мы уже через 40 минут будем разрешать, мы начинаем работать. Итак, мастерская, записываем, она построение знаний, и одновременно, она двудоминантная, она построение знаний и ценностно-смысловой ориентации, потому что там есть и то, и другое. И называется она «Осколки мудрости». Я буду обращаться к вам с просьбами, с заданием, и прошу вас, пойдем ее навстречу. Все-таки, чуть-чуть мы выполнили. Договорились? Спасибо большое. А теперь, прежде чем начать, в конце я буду вас спросить. Спрошу вас, задам вам два вопроса. Будет вопрос первый. Вы что-нибудь открыли в конце? Откроете ли вы что-нибудь в конце? А второе, то есть, зная, может быть, еще что-то, а второе, очень веселье я вас принуждала. И третье, было кому-то уж очень некомфортно, признайтесь мне, пожалуйста, второе. Но это будет уже после того, когда мы с вами все завершили. Итак, просьба большая и первая, у меня к вам. На вашем листочке, вот у меня тут я еду к вам везде, себя просто без ничего. Вот, может быть, я вам поделюсь, да, листочку, у меня и ручки есть с собой. Да, хорошо. Спасибо. Еще кому-то? Да, что есть, а вот, к сожалению, меня на разочке. Есть, да, с вами, наверное, надо с вами. Да, поделитесь, да? Спасибо большое. Итак, можно вот этот листочек, который я коллеге вам дала, разорвать пополам. Просто располовение, скажем, о том, очень удобно. Итак, первая просьба. Представьте, коллеги, слушаем внимательно мою просьбу к вам, то и задание. Представьте себе. И представьте себе. И нарисуйте портрет Афинянина или Афининки. Живших в пятом веке до наших первых. Ну, вот, процесс пошел. Нарисуйте, пожалуйста. Представьте себе. И нарисуйте. Портрет Афинянина или Афининки. Живших в пятом веке до нашей эры. Это полное русское лицо. Спасибо большое. Гениальный вопрос. Мне дети всегда задают. В анфасе можно и так. А может, в профиль можно так. Во весь рост? Можно во весь рост. А может, в бюст? Можно в весь. Все, что хотите. Вот как пошел образ, так и создаем. Оценивать ваш шедевр никто не будет. То, что вы гениальный, я это знаю. Самое главное, нельзя критиковать. Вот критиковать то, что мы создадим, нельзя. Поэтому, что у нас с вами эксклюзивная работа. И следующий раз. Хорошо. 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 Спасибо. Хорошо. Хорошо. Вы готовы? Завершённость у вас в глазах. Зашкурность. Не волнуйтесь, всё хорошо. Никто не будет ни оценивать, ни критиковать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я так полагаю, что уже наметки есть, да, и уже понятно, что у вас, я отсюда вижу, совершенно очаровательную изменение, ну, и завершаем. Коллеги, большое спасибо. Ну, а теперь я хочу просто немножечко прокомментировать и представить план немного. Скажите, пожалуйста, итак, я вам озвучила мое задание, представьте себе и нарисуйте. А теперь, как говорил Юнг или Фрейд, то, что происходило в вашей голове, я буду знать только тогда, когда вы от этого мне скажете, да. Скажите, пожалуйста, что вас раздражало, общий, когда я вас попросила вот это сделать? Положите на электроцентр. Ну, все равно, что, раздражало со знаком плюс или со знаком… С плюсом. С плюсом, будьте добры, скажите, что вы испытывали, когда я вам? Вот что вас удовольствовало? С удовольствием, мне было приятно, что я сейчас прорисовала. Спасибо большое. Я видела ваше лицо, оно источало благость. Спасибо. Вы это делали так, когда дети рисуют и отдаются процессу. Вот это было так. Спасибо большое. Кого очень раздражало то, что я попросила? Ну, не очень раздражало. Отсутствие навыков. Спасибо, спасибо. Почему отсутствие навыков вас раздражало? А знаете почему? Вы побоялись, что подсмотрят и скажут, что вы сделали это не так красиво. Вам мешал внутренний контролер. Да, даже не это, я тоже не знаю, что… Да, что же, да. Думаю, ты как растерялась. Ну, это чисто психологически, это так. Раз я… значит, я чему-то боюсь, а вдруг у меня что-то не так получается. Все красиво. Во всяком случае, раздражения не было очень большого. Тогда вопрос. Что помогло вам создать такие прекрасные портреты? Я была в Греции, тем не получила. Спасибо. То есть личный опыт? Лично. Спасибо. Еще. Знание истории. И знание истории. Спасибо. И греческую мифологию. И греческую мифологию. Спасибо. Еще. Кто, как, чем, на что опирался, когда создавал свой вот такой прекрасный шедевр в рисовании. Узывалой две мультики. Ага. Мультики. Большое спасибо. Коллеги, обратите внимание, что здесь сразу актуализируется любой, но системный, личный опыт каждого человека. Независимо от того, он такой маленький, он уже смотрел мультики или бедики, а может быть путешествовал, а может быть с папой или с мамой рассматривал интересные книжки. То есть это наличие опыта. И вот этот опыт позволяет нам при отсутствии критики и при отсутствии оценочности быть самим собой. Большое спасибо за то, что вы сделали. А теперь задание, которое я вас не буду заставлять делать, но опять буду спрашивать, как бы вы к этому отнеслись. Дети мои, и вообще, когда я с ней провожу эту мастерскую, я говорю. А теперь дети взяли свой рисунок и его афишируют. Все готово. Здесь скотч. Дети подходят и афишируют. Коллеги, кто готов пойти и сейчас же показать свыше дома. Да, все готовы. Все готовы. Спасибо большое. То есть нет проблем, да? Нет проблем. Вот у детей в старшей школе, да, есть как замечательно. Есть такая проблема. Не у всех. Некоторые стесняются. Как поступить? Рекомендуют психологи в этом случае. Если у ребенка есть внутренний протест, жесткий внутренний протест, не надо его ломать. Вот он не хочет показывать ему работу. Останет его. Вот тот, кто пришел и показал, все. После чего они же помесили, и всем нужно посмотреть на такой общий продукт, который создан. Итак, все встали друг другу, представим себе. А теперь я задаю вопросы детям. Лучше бы наоборот. Но в этой технологии можно, чтобы дети задавали, и я. Но я сегодня выступаю провокатором по этой теме. И говорю, я не очень поняла, правильно ли я вам задавала задание, нарисуйте афинянина, или афинянку, его или ее. Живших в пятом веке до нашей вены. Так было? А вы мне нарисовали все очень красивых афинян, но они у вас очень легко одеты. Объясните мне, почему вы нарисовали именно таких? Я же не просила рисовать легко одеты. Пусть надо было одеть сильную шапочку, шубу нарисовать, пальто удерживать. Итак, обращаемся к чему? К процентам. Да. К личному опыту, к тому знанию. Да. И никто не ставит акцент. Я их обязательно должна поставить в условие, чтобы вот этот опыт аккумунитивный, он его выдавал сюда. Начал доказать. Начал говорить. Начал думать. Кто-то уже говорит, а кто-то еще стесняется. А нам нужно всем научиться думать. Потому что завтра ему в этот социальный мир. Поэтому вот как бы здесь неким образом будет, как говорим в Игодске социального лаборатория, но под присмотром умного взрослого. Второй вопрос. Они у вас не только легко одеты, но и весьма изящные. Обратите внимание, у вас все точно так же. Никто не нарисовал, я уверена, поддерживающего лаборатория. Потому что все такие изящные. Объясните, почему. Что? Им нужно вспомнить. Физическим трудом. Да. Олимпийские игры. Да. Как они сейчас живут. Совершенно верно. Живых физическим трудом. Культ тела. А спарта откуда? Кожа. Из того же географического места. Еще? Вспомни, как вспомнили, что жарко, конечно. Сама система питания у них способствует есть. Если и мясо, то больше фруктов, больше движения. Гористая поверхность там в самой той местности, где находится это государство. Спорякоспийские игры. Да, поэтому оно приводит к тому, что и поныне, ну как бы греки, они очень такие, обремененные весом. Все, спасибо, и последний вопрос я задаю. Скажите, пожалуйста. А, я попрошу вас ответить заодно. У вас афиняне на ваших работах очень грустные. Нет. Нет, у вас есть нерадостные. У моих детей тоже очень радостные афиняне. И я, ну как бы, одну пуху взяла, в которой дети у меня, вот просто показали. Что было по-другому, то и рисовали. Девочка долго не показывала, стеснялась работы. Ну что же тебя смущает? Она говорит, ну, потому что он такой, может, и не похож, ну, бритый, не бритый какой-то. Я не настоящий афиняне. Нос с гордынками, волосы по грязи. Все одобрили, все замечательно, достоинства нашли. Это ближе к Египту, но неважно. У нее такое представление. Ну, что рисует, кто рисует. Видите? Издалека не очень видно, поверьте. Но вот этот рисунок восхитительный. Вот у кого, коллеги, что успела, то и создала. Ну, поверьте мне, что он правда похож на афиняне. Она афиняна. И видно, наглубная ленточка показывает, что у нее есть какие-то знания. Что это отличие раба от гражданина. То есть, во всяком случае, все, что когда-то накопилось, это все сюда и прорастает. Очень нравится вот этот очаровательный афинянин. Не только ребенок успел нарисовать, но и даже написал. Афинянин обладает умом, правдой, стыдован, радостью, справедливостью, и так далее, и так далее. Все, что успела написать, все выложила сюда, здесь и сейчас, и вот это на Торску. Спасибо. Теперь все могут сесть. Коллеги, мы тоже сели как будто. Я просто вас берегу, потому что вы были еще и после работы, я понимаю. Поэтому следующее задание такое. Прошу вас всех сесть в группу. Они же стояли. А теперь нужно им самостоятельно организоваться так, чтобы было удобно. Вам нужно 6, сколько у нас в классе? Где-то 26, 24, ну, 28. Это работа в старшей школе. И я попрошу вас всех сесть в группу по 5-6 человек. Коллеги, вам придется объединиться, как вы будете. Ну, 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 хотя бы на троице опозиться. На троице, на троице. Как сидеть. Да, как сидеть, так и сидеть. А только повернуть это друг к другу, потому что сейчас будет диалоговая работа. Так, спасибо большое. На доске я не напишу, не напишу. Но я произнесу очень четко. А это написано всегда на доске. Коллеги, напишите, пожалуйста, слово, которое всем будет понятно. Начинается с буквы О. Остратизм. О-С-Т. О-С-Т. О-С-Т-Р-А-К-И-З-М. Остратизм. Написали? Да. Так. Большое спасибо. Я всегда вот на этом этапе, когда работаю с педагогами, некоторым образом волнуюсь. Волнуюсь вот почему. Вы люди очень грамотные. И мы всегда боимся показать себя незнающими. Вот и вы. Да, но лучше признаться и лучше познать, да, чем... Поэтому, возьмите честно, руки те, кто точно знает толкование этого понятия. Я не знаю. Нет, я не могу быть. Вам точно слово не давали? Молчайте, тихо сидите одна. Терпеть и смотреть, наблюдать за процессом. Кто еще признавать не знает? Все. А теперь каждая группа на троих пишет. Толкование по этому понятию. Группа ученых из России, из города Саратова, у меня пишет астратизм, это. Вот у нас группа там, и на углу тоже примыхаете. На троих пишут, я не помню откуда, порой может из какого-то другого города. Ну давайте так, как удобнее. Спасибо. 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 Так, коллеги, остановитесь, пожалуйста. Я не собираюсь вас мучить, я не показываю, что? Технологии, процесс. А то, что вы думаете, вы думаете, все гениальные, я в этом не собираюсь сомневаться. Поэтому, если вы там что-то скажете, ну мы думаем, ну а дальше уже так, так пошло. Важно показать вот что, что мы-то с вами все умные, а думаем каждый разным. А по принципу дополнения у нас получаются очень умные вещи. Итак, кто признается первым, начнет. Вот с вас тогда у меня самая такая. Я первое, что прочитала, и думала сразу, корни, чтобы это значило, есть острое, коллеги уже английские продолжают. Давайте, мы вместе. То есть, по-моему, к изоляции, отмечения, отмечения, отмечения. Отмечения, что-то острое, и что-то отмечения. Ну, гениальности на пределах не имеет, низкий вам наклон. Все очень. Все очень, просто изоляция. Следующие двое, у вас там на звоните пошел процесс, да? Когда мы только начали изумать, мы подумали о том, что это связано, наверное, с какой-то шуткой, которая очень остро, находящейся на грани. Когда уже человек может обидеться, принять его как личное. Да, эти вы запомнили, да? Гениально. Причем абсолютно не похоже. Ну, очень интересно. Так, молодой человек, очаровательный молодой человек в компании Стирочка. Будьте известны. Наталья, что у вас там образилось? На стену это из-за того, нет. Это что-то про изгнание. Коллеги, третий вариант. Никто другу уже не почушил. Большое спасибо. Будьте рады. Высечено конюшки. Ой, как интересно. Можно дубль тать. Извините. Классно. Можно еще раз? Высечено конюшки. Вот так. А я написала, подвергнув невозильной оценке, порицание и игнорирование. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Но у меня к вам такой вопрос нудный. А вам не хотелось бы узнать, что же это такое? Его нет этого. Он и не существует, конечно. Есть. Ну, вам интересно было узнать, что это? Вот. Вот из-за этого я и издевалась, и угадала. Это называется, не надо давать кашу. Он еще не готов кушать. Нужно создать условия для того, чтобы кашу он спросил. А так называемый внутренний запрос в науке называется информационный голод. Я хочу это уже знать. Можно я вам прочитаю, что вы едите? Я их обожаю. Кажуты разные. Но вот это у меня просто шепет. Можно, если мне интересно, не буду читать. Первое. Астротизм. Я работаю в, я второй год не работала, в Некрасовском училище. Кто знает такое? Ну, я там уже много. Астротизм. Это исторический термин, так как я это делаю в истории, обозначающий и изучающий конфликт. И коллег, где-то у вас это было от слова острый. Второй. Астротизм. У них, значит, шесть человек разделилось на две. Одна тройка, одно придумало, другая, другая. Можно две? Можно. Это философское учение о проживании на островах. Характеризующиеся, да, обособленностью поселения. Они вот тут потолкались, они услышали, и все это сюда встали. Ну, дети, спасибо, молодцы. Второе в этой группе. А слово острый? Острота, нечто имеющее отношение к чёрному юному. Юному. Замечательно. Следующее. В группе обратили любое внимание, что начинается куклу О. Остротизм. Это кечение или направление в астрологии. Противожено дело, что О. Вот у них такая пошла в стезя. Объясняющее политические события с точки зрения положения планет во Вселенной. Ну, имеют они право так многое. Да. И последнее, из-за чего мне пришлось писать статью, ну, остротизм. Сразу захотелось написать статью. Остротизм. Укоренившееся в простонародье, неправильное название науки, а введение астр. Укоренившееся в простонародье, неправильное название. Изгнание граждан опасным для государства путем тайного голосования, производившегося черепками, на которых писались имена изгоняем. Вопрос. Еще раз можно принять. Можно не разу. Но теперь вас никак не считаю, что это будете помнить. Да. Это просто изгнание граждан опасным для государства. Ну, вот путем тайного голосования. Дальше обратите внимание, то, что мы с вами делаем, не будем. Я говорю, ну, вот это вы вклеили. А теперь я вам даю дополнительный материал, и даю вам труднейшие задачи. Читаю еще раз. Коллеги, вам нужно поставить диагноз. У больного такие признаки. Больной. Чем больно? Чем больно общество? Итак, вам нужно сейчас сказать, какой в Греции в то время, в пятом веке, господствовал политический режим. Есть ли? Набраться. С одной стороны, это изгнание граждан опасным для государства. Изгнание опасным для государства. Коллеги, степень опасности. Кому опасен, да? С другой стороны, путем тайного голосования. Две взаимоспечающие вещи. Одна относится, мы понимаем, к тирании, другая к демократии. Это какая-то эклектика. Так, ребята, вы взялите выбор. Я им даю дополнительный материал. Это вам не нужно. Я вам просто объясняю, что я им ничего здесь не читаю. Что здесь происходит? Он сам думает. Он сам ищет. Он сам разговаривает. Сопоставляет. Выдвигает гипотезу. Он мне ее говорит. И после этого я ему говорю, а как было? Одни ты че. Так это все про демократию. Видите, тут выборы. Другие говорят, да какая демократия, тут опасность для граждан. Непонятно, кому они опасны. Я говорю, ну вот, давайте будем разбираться, что же есть на самом деле. Так, едем дальше. Все, с этим аж установились. А теперь новое задание. Коллеги, у детей боится пауза ровно одну минуту, вам не дам ни одной. Ну и так все-все знают, потому что вы продвинутый народ. Скажите честно, слышали ли вы такое древнегреческое имя, Ассакрат? Всех? Слышали, всех. Ну что-нибудь можете рассказать друг другу Ассакрате? Итак, мы рассказали друг другу Ассакрате. Теперь, когда друг с другом пообщались, я говорю, ну а теперь на доску я пишу от каждой группы хотя бы по одной гипотезе. Они мне говорят, я все пишу, все абсолютно. Пишу, говорят, что это Ассакрат, что Ассакрат, что Ассакрат, да. Одни говорят, у него была семья, да, пишу. Другие говорят, да какой он не был семейным, пишу, весь семьи. Ну как хоть выглядел, он был толстый, коренастый и очень кудрявый и черноволоский. Я пишу. Кто-то говорит, ну конечно он, Ассакрат, он был мужчиной. Пишу все, все на доске, что у меня попали, все пишу. Я говорю, смотрите, как вы много знаете о Ассакрате. А теперь я вас попрошу почитать. И вдруг что-нибудь останется в вашей голове, и вы потом его не дополните в этот ряд. Я буду просить, я подожду, я подожду. И сейчас у нас с вами просто уезжайте издать. Я все читаю, я попрошу вас просто ни в чем ски не отказываться, просто посмотреть, ничего не запоминать. Посмотрите все. Я ни в чем, никого не оказываюсь. Я думаю, что мне не достану, что я не запрашиваю. Вы с нами в компании? Ну все равно присутствуете, конечно. Что-то там вам не понравилось? Я там другой экземпляр. Так, я не знаю. Продолжение следует... 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 Я вас опеняю, люблю и обожаю, но повиноваться буду более Богу, чем Богу, есть, да, вот с этого начинает он как будто бы эту речь, ну давайте посмотрим, то есть что делает вот в этой работе, что я делаю, я опять ставлю их перед информационным запросом, то есть как бы сначала гипотетически говорю, ну давайте мы с вами предположим, а когда есть предположение, хочется утвердиться, в правильном ли направлении я мыслю, правильно ли я думаю, да, вы думаете правильно, поэтому после того, как есть гипотиза, то есть предположение, я им даю возможность посмотреть ту речь в коллеге, будьте как добры, прочитайте сначала программу, у меня вот такая просьба, потому что по работе нужно сначала подготовиться с речью, Давай, 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 давай! Спасибо! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Это мастерская построение. Я, конечно, принесла вам мастерские другого плана. Но, к сожалению, говорят, приятно. Спасибо. 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 Так. Можно я вам сейчас оставлю все. Вы говорили? Вы возьмете это? Вам все. Так, одну минуту. Последовательность заданий. Помните? Помните? Алгоритм. Ну, у меня и алгоритм есть. В принципе, она... Спасибо большое. Скажите, у вас есть презентация? У меня книг много, коллеги, но книг продаются месяц-полтора. Вот мы и ждали в прошлом году, в июне, 16 июня, 10 октября у нас не было ни одной книги, тысячи евреев. Ну, одну. Спасибо. Вот мы сейчас готовим новую, потому что станут, если будет. Вот. Понимаете? С нас просят такие деньги, которые мне не платят. Я пришла в издательство, говорю, вот все готовое. Уже даже ничего там, извинять не надо. Конечно, да, да. Где надо это? 74 тысячи, либо у вас. Что это там? Я соль. Заветую. Надо платить. Да. А доход они это все оставят. Мне дадут только моих 10 штук, их 10 штук, а все остальное они будут продавать и... тоже есть. То есть вы платите, да еще... А завтра? Да. Мне 10 подарочек. Два в национальную библиотеку, два в академическую библиотеку. Один, я обязательно оппоненту, который мне написал, его нет. Такая цель. Все остальное, коррекция... То есть получать его совершенно для чего-либо? Ничего. Нет. Нет. Я не будьте, я счастлив, что люди это будут продать. Но это не материально. А материально не... То есть вы должны заплатить. Мы должны заплатить. Это точно. Мы должны сейчас перед выбором... Вот нам сейчас дадут новую, вторую часть этой, первую часть этой, ну и какие-то... Я хочу спросить, а мы должны при него на уроке частично то есть делать? Можно. Если это будет списка декарства... А у нас будет технологически попоконно, что в работе, да, в работе. Это не будет использование именно в оцензии. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!